Именно здесь, напротив Дворца культуры Яуза, к 1 сентября этого года должна была открыться новая школа, в которой смогут получать знания более 1100 школьников. Компания «Застройщик» «Стройтекс.Недвижимость» в соответствии с договором планировала завершить строительство общеобразовательного учреждения в июне этого года и сдать объект. Завершение строительства данного социального объекта не было завершено в установленные сроки, в связи с чем администрация подала исковое заявление в арбитражный суд Московской области. Судебное заседание у нас назначено на 19 сентября. В настоящее время разрабатывается новый проект мирового соглашения, а также график строительства школы с указанием видов работ, объемов работ и сроков выполнения. Новый срок окончания строительства к 1 сентября 2024 года. Об этом сказала глава округа на очередной встрече с представителями «Застройщика». «Если работы приостанавливаются, мы это актируем, они не ведутся, то тогда это одностороннее расторжение с переводом обязательств по строительству на денежное возмещение». Сейчас на стройке возобновлено строительство. Работают два башенных крана, две единицы строительной техники, а также 35 строителей. «В настоящее время на данной захватке происходят монолитные работы ниже нуля, залита плита пола подвала, идет армирование стен и колонн подвала, идет работа и ведутся по гидроизоляции». Ранее на объекте были завершены работы по монтажу наружных инженерных систем и была построена подстанция электроэнергии. «Мы, конечно, взяли на себя ускоренное обязательство построить школу к 1 сентября 2024 года, поэтому будет темп наращиваться. То есть на сегодня вот этого количества рабочих достаточно, когда произведутся подготовительные монолитные работы, темп будет увеличен». Администрация будет в еженедельном режиме продолжать контролировать строительство данного объекта, а мы следить за развитием событий. Екатерина Шарыпова, Денис Корнев, Первый, Мытищинский.